Привет всем любителям бокса! Вы на канале Боксинг 1867. С вами я Александр. Это прогноз на бой Джай Апитая Джордан Томпсон. Этот бой вы сможете посмотреть на моем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Итак, 30 сентября в Лондоне Джай Апитая будет защищать свой титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе против Джордана Томпсона. Изначально Апитая должен был встретиться в реванше с Майрисом Бредисом, у которого он данный титул отобрал. Но Бредис травмировался и торги на бой были отменены. Апитая разрешили провести добровольную защиту с Джорданом Томпсоном. Ну что сказать. Победитель данного боя, конечно же, будет обязан незамедлительно встретиться с Бредисом. Бредису уже пора, как мне кажется, задуматься над завершением своей профессиональной боксерской карьеры. Смысла ему возвращаться боксировать на титульном уровне в 39 лет после минимум полутора год простоя, а может быть будет и два года. Это же никто не знает. Я уже не вижу. Вряд ли он сможет отвоевать данный титул. Фаворитом является чемпион. На его победу дают коэффициент 1.27. Ну а на победу Томпсона коэффициент 4.19. Пройдемся по боксерам. Начну с Джая Апитая. Он чемпион IBF. Это 28-летний боксер из Австралии. Дебютировал Апитая на профринге в 2015 году. Провел 22 боя, 22 победы, 17 у него побед нокаутом. Что сказать? Избитая позиция, я бы, наверное, выделил только Майриса Бредиса. Больше там некого выделить. Вообще Апитая довольно-таки талантливый проспект Левша. Я помню перед боем с Бредисом, я говорил, что он победит. У него есть все шансы. Джай хорошо двигается по рингу. У него прекрасный джеб. Австралиец издает разные углы атаки. Не застаиваться на месте. И, в принципе, перебоксировать такого соперника с дистанцией довольно-таки непросто. Тем более, что он не только на дальней дистанции хорош, но он еще неплохо в инфайтинге дерется. То есть, тот, кто видел бой с Бредисом, понимает, о чем я говорю. Рост Апитая 188 сантиметров. Его размах рук 193 сантиметра. Джордан Томпсон. Он занимает пятую строчку по рейтингу IBF. Занимает тринадцатую строчку по рейтингу WBO. Также занимает девятнадцатую строчку по рейтингу сайта BoxRec. Это тридцатилетний британский боксер. Дебютировал на профринге в 2015 году. За это время он провел 15 боев. У него 15 побед, 12 из которых нокаутом. Избитая позиция, конечно, выделить там некого. Довольно проходная оппозиция. Вся низкий уровень. Работает он с дальней дистанции. В принципе, у него довольно такой неплохой джеб. Но он плохо себя чувствует в ближней дистанции. Если такой соперник у него напористый, то он начинает тушеваться. Также защита у него посредственная. В основном он защищается тем, что разрывает дистанцию. И если противнику, в принципе, получается зайти за его переднюю руку, то практически все Томпсон принимает на себя. И стоит отметить, что он работал в спарринг-партнером как с Тайсоном Фьюри, так и с Александром Мусиком. В принципе, это важно. Возможно, он что-то для себя и подчеркнул из их спаррингов. Рост его 198 сантиметров. Ну что, разберем немного бой. Опитая, у которого за плечами только одна знаковая победа над высококлассным экс-чемпионом ветераном Бредисом в последнем поединке, которая состоялась, он стал вот этот бой для него первым титульным, в котором он продемонстрировал приличный технический уровень, несокрушимый, в принципе, характер. Также жажду победы, когда он со сломанной челюстью, скажем так, в 12-м раунде выживал буквально. А Томпсон со своей антропометрией, скорее, супертяжа, для которого этот выход станет, я считаю, настоящим испытанием. То есть покажет нам его истинный уровень, потому что мы данного уровня, в принципе, не знаем. Но ввиду, конечно же, места проведения боя, то я думаю, у него и с мотивацией, и с поддержкой, как, в принципе, и с физическими кондициями, проблем точно не должно быть. Преимущество в антропометрии, конечно же, на стороне претендента. Томпсон выше своего противника на 10 сантиметров. Размах рук я его не знаю. Если вдруг кто знает, пишите в комментариях. Я не нашел просто в сети размаха рук Томпсона. Ну что, как будет происходить бой? Поначалу, я думаю, оба боксера будут присматриваться друг к другу. Я не думаю, что начнется вот с самого первого раунда очень высокий и плотный бой. Скорее всего, это будет бой на дистанции, без попыток пройти вперед. Они будут присматриваться друг к другу. После разведки, опитая, скорее всего, будет, конечно же, идти вперед и выглядеть лучше. Будет пробивать левые прямые в голову, в туловище, по этажам он это любит и умеет делать. На месте он застаиваться не будет. У него очень отличный футворк. Челнок хороший. Это будет усложнять работу британца. Томпсон работает серийно только по статической цели. Также он вот эту сильную правую руку подключает только когда цель соперника его находится... Вот он стоит, он неподвижен. Он даже джебом, когда бьет, я заметил с его боев, он когда бьет джебом, ему нужно, то есть, прицелиться. Он не может сильно вложиться в удар, потому что, если противник там двигается, как-то даже двигает корпусом. В принципе, он довольно неплохо стреляет этим джебом, но ему тяжело с боксерами, подвижными, быстрыми соперниками. А Джай хорош на челноке, тем более он умеет, двигаясь, пробивать точные прямые в движении. При том, он отлично умеет действовать как в атаке, так и на отходе. То есть, он на отходе может еще насыпать. Конечно же, Томпсон попытается держаться над дистанцией и с дистанцией расстреливать соперника джебом. И я думаю, первая половина поединка, скорее всего, пройдет под полную диктовку. Апитай, насчет второй половины боя, тут все будет зависеть от выносливости боксеров и от того, сколько кто пропустит ударов. Джай придется работать, как я говорил, первым номером и затрачивать куда больше ресурсов. Но, скорее всего, мы увидим второй отрезок боя также под диктовку Апитай. Мой прогноз. Апитай, как боксер, по мне, это лично мое мнение, естественно, намного лучше. У него больше опыта, как любительского, так и профессионального. Скорее всего, мы увидим совершенно односторонний бой, в котором Томпсон будет велосипедить весь бой. Если же вдруг Томпсон решит, конечно же, вступить в рубку, в размен с Апитай, то я вполне не удивлюсь, если сам британец окажется на конвасе. Я думаю, что, скорее всего, Апитай победит решением, так как вряд ли Томпсон вступит в открытое противостояние. Если вступит, то, скорее всего, британец проиграет досрочно, потому что, хоть удар у него и есть, но как-то он не любит вот этих разменов, и в ближнем бою он просто никакущий. Не стоит, конечно, забывать, что бой будет происходить в Англии, а британцы будут тянуть своего боксера за уши, могут, в принципе, и натянуть на раздельное решение какое-то там, поэтому лучшая ставка это Total 8,5 больше. Спасибо, друзья, за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, также я публикую ссылки трансляций боев в YouTube-канале, поэтому ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Пишите комментарии, как вы думаете, кто победит в данном бою. Удачных ставок, пока!